Добрый день, коллеги! Меня зовут Анатолий Орленко, и в этом видео мы поговорим с вами о продвижении автомобилей с пробегом с помощью нашего нового инструмента, который называется Аукцион БУ. Не только ручками, оказывается, можно все это делать. Мы придумали для вас еще и автостратегию для того, чтобы упростить вашу работу и для того, чтобы она приносила максимальную эффективность. В личном кабинете дилера мы сделали отдельный раздел, который так и назвали автостратегии. Давайте посмотрим, как с ним работать и какие преимущества у автостратегии есть перед лучшим управлением ставками. Научимся настраивать рекламные кампании, делать это быстро и эффективно. Начнем с интерфейса. Рассмотрим фильтры, которые позволят нам расставить акценты при создании рекламных кампаний. Создать рекламную кампанию, правда, очень просто. Фильтров мы предоставили огромное количество, и все фильтры отвечают за качество ваших автомобилей и их время, сроков размещения на вашем складе. Скорее всего, в процессе работы у вас будет достаточно большое количество рекламных кампаний, вы будете их создавать часто, вы будете их подстраивать под какие-то особенности, окипяется на какие-то значения, поэтому относитесь внимательно к названиям. Для этого есть специальный блок, специальное поле, в которое название вы можете внести, а потом достаточно просто найти среди огромного количества созданных вами кампаний. Естественно, у нас есть блок, который показывает время работы рекламной кампании или время запуска, время старта и время остановки рекламной кампании. Недавно мы добавили супер-кнопку, которая называется «Бессрочная кампания». Поставив галочку «Сделать здесь отметку», ваша кампания будет работать до тех пор, пока вы ее не отключите самостоятельно ручками. Коллеги, давайте рассмотрим блок фильтров в состоянии объявлений. На мой взгляд, два самых важных основных фильтра вынесены на самый верх. Первый фильтр — это нет целевых звонков. Второй фильтр — это нахождение на складе дилеров автомобилей в днях. Сразу про фильтр «нет целевых звонков» он очень важный. У нас есть всегда большое желание, чтобы большее количество наших объявлений покрывалось целевыми звонками или хотя бы какими-то звонками. Ну и чтобы звонили на все объявления. Но получается так не всегда, к сожалению, или получалось не всегда. Автостратегия позволяет эту проблему минимизировать и увеличить покрытие звонками общей базы и общего стока, который сейчас размещен на сайте Автору. Например, мы можем поставить в этом фильтре дней без звонков от одного или двух, и будем понимать, что наш алгоритм так будет просчитывать показы объявлений, чтобы привлекать максимальный интерес к каждому из них, давая, безусловно, то количество звонков, которое требуется вашему дилерскому центру и которое вы хотите получать на данное конкретное объявление. Фильтры, параметры объявлений. Ну тут все достаточно просто, с этими фильтрами вы работаете каждый день в любой вашей программе. В этих фильтрах есть марка, модель, поколение, цена, год выпуска. Можно выбрать автомобили в наличии, автомобили в пути или все автомобили. А можно взять несколько винномеров тех машин, которые вы больше всего хотите продать. И через запятую внести их в основное поле, вин через запятую. Очень, кстати говоря, круто работает, потому что можно, правда, отслеживать эффективность работы по каждому из этих объявлений, ну и, в общем, влиять на сроки оборачиваемости, а заодно и подталкивать ваших продавцов общаться по этим автомобилям активнее и продавать их наиболее эффективно. На мой взгляд, очень важным блоком является блок оптимизации бюджета. В этом блоке мы можем проставлять максимальную стоимость, которую готовы платить за звонок, об этом мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. И в этом блоке мы можем влиять на количество целевых звонков на одно объявление в рамках одного рабочего периода или в рамках одного рабочего дня. Максимальную стоимость, как я уже сказал, мы выбираем ту, которую готовы платить за дополнительный звонок, а целевые звонки в день, ну, например, хотим получать два. Чем больше поставим, тем больше вероятность того, что основная часть, основная база наших объявлений будет покрыта целевыми звонками. Коллеги, давайте поговорим о том, как нам избежать перерасхода бюджетов. На самом деле, с помощью автостратегии это сделать достаточно просто. У нас есть потрясающая кнопка, называется она «Ограничение расхода на звонки», и мы можем лимитировать те цифры, которые установлены внутри наших дилерских центров. Выставляем любой бюджет, удобный нам, который мы хотим, чтобы в день откручивался и не более того, и нажимаем кнопку «Применить». Либо снимаем ограничения, если нам нет в этом необходимости, и мы готовы тратить большие бюджеты на продвижение своих объявлений и дополнительное привлечение трафика. Коллеги, очень хочется, чтобы наше видео было не просто обучающим, но и прикладным, поэтому давайте разберем самую простую рекламную кампанию, с которой достаточно просто стартануть в автостратегиях, которую достаточно просто поддерживать, и которая, в принципе, нам будет достаточно понятной. Мы все прекрасно знаем, что БУ автомобили – это такой очень-очень своеобразный, очень специфический сегмент, в нем уникально все. БУ автомобиль и срок его продажи зависит от стоимости, от качества, от ценового сегмента, от категории, в общем, от массы факторов. Но основной фактор, из-за которого мы больше всего страдаем, а самое главное – теряем в прибыли, – это время нахождения вашего автомобиля на складе. У каждого автомобиля должен быть какой-то свой срок оборачиваемости, который устраивает ваш бизнес. Если ваша машина стоит на складе долго, она ест деньги банковские, она ест деньги машиноместа, естественно, она ест деньги на рекламу, доходность становится все ниже и ниже с каждым днем. И такие машины, конечно, хочется продавать быстрее, и, собственно, инструменты продвижения для этого и существуют. И во многом для этого мы создали аукцион в БУ и создали инструмент автостратегии. Попробуем создать такую рекламную кампанию. Нажимаем классическую синюю кнопку «Создать рекламную кампанию» и предлагаю оттолкнуться от 30 дней в продаже. Ну, все, что свыше 30 дней, будем считать, что это сложно и долго продающийся автомобиль, который заставляет нас терять прибыль в бизнесе. Назовем рекламную кампанию, про это тоже не забываем, 30 дней плюс. И поставим бессрочную кампанию. Это очень хороший фильтр, потому что таких автомобилей в какой-то день на вашем складе будет меньше, в какой-то день больше. Но точно, абсолютно каждый день они у вас будут. Каждый день у вас будут автомобили, которые продаются, которые на складе больше 30 дней, которые едят ваши деньги. Вот с ними мы сейчас и поработаем. А теперь три основных фильтра, которые нужно использовать для организации запуска такой автостратегии. Первый фильтр должен быть заполнен на складе «Дней от». Пишем 30, сохраняем, пропускаем полностью блок «Параметр объявлений» и переходим к блоку «Оптимизация бюджета». По умолчанию в первом фильтре «Максимальная стоимость звонка» будет стоять рубль. «Максимальная стоимость звонка» я рекомендую оттолкнуться от простых базовых стоимостей. В Петербурге и Москве это 350 рублей. Давайте напишем, что мы готовы платить за целевой звонок по таким машинам 350 рублей. Третья простая, но очень важная настройка. Это целевых звонков в день на одно объявление. Поставим один, обновим. Напомним себе, что у нас есть ограничение расходов на звонки в рамках одних суток 2000 рублей. Таков маркетинг, столько выделили, больше нет. Но при этом запрограммируем рекламную кампанию так, чтобы наш алгоритм пытался показать все объявления и привлечь на каждое из объявлений рекламной кампании хотя бы один целевой звонок. Поставив здесь единичку и применив этот фильтр, с рекламной кампанией будет происходить следующее. Как только раздастся звонок в дилерский центр по объявлению с максимальным интересом внимания, вот это объявление из рекламной кампании вывалится до нуля часов следующего дня. Подытожим. Мы решили создать рекламную кампанию на автомобиле, которые на нашем вкладе находятся больше 30 дней. Мы можем, кстати, любую цифру выбирать. 30 дней, 45 дней, 50 дней. Этим и хороша эта рекламная кампания, потому что она может работать на разные сегменты. Мы заполним фильтр 30 дней на складе, продается наш автомобиль. Мы заполним максимальную стоимость звонка. Это наша психологическая, которую мы готовы платить за привлечение дополнительного трафика по такому автомобилю в рамках одного дня. И мы обязательно заполним фильтр целевых звонков в день на объявление. Еще раз напомню, что этот фильтр позволит нам покрыть звонками максимальное количество объявлений. Рекламная кампания согласована, параметры выбраны. Нажимаем кнопку «Запустить рекламную кампанию». И вуаля! Видим, что она работает. И начинает активно продвигать и показывать наше объявление на сайте автору. Сейчас мы с вами разобрали единичный кейс, конкретную простую рекламную кампанию, для того, чтобы вам было проще работать с этим инструментом и не стесняться начать работать и посмотреть, оценить его эффективность. На самом деле настроек очень много, фильтров очень много. Рекламных кампаний можно создавать огромное количество, хоть под каждый автомобиль, если есть такое желание и есть только свободного времени. Я очень надеюсь, что вам это видео будет каким-то помощником, и вы сможете повысить свою эффективность в размещении на сайте автору, научиться работать с новыми дополнительными сервисами. Абсолютно точно знаю, что вопросы у вас остались. На любой вопрос с удовольствием ответят наши менеджеры автору. Контакты наших менеджеров есть в ваших дилерских кабинетах. Успехов и хороших продаж автомобилей с пробегом! Продолжение следует...